Суд идет. В Ленинском районном суде рассматривается уголовное дело в отношении Светланы Романчук, бывшего руководителя областного департамента здравоохранения. Экс-чиновник обвиняет в лоббировании интересов предприятия АО «Медтехника», стопроцентным пакетом акций которого владеет правительство региона. По мнению страны обвинения, своими действиями, а именно злоупотребив должностными полномочиями, Светлана Романчук нанесла ущерб другим участникам рынка, которые также занимаются обслуживанием и ремонтом медицинского оборудования. Я не считаю, что я в чем-то виновна, потому что то, что мне вменяется в вину, лоббирование интересов на 100% государственного предприятия, акционерного общества «Медтехника», учредителя его правительства Ивановской области, я занимала должным заместителем председателя правительства области. Соответственно, в мои обязанности входило взаимодействие, координация, регулирование деятельности АО «Медтехника». Эти обязанности возложены на меня правительством. Ничего выходящего за пределы своих полномочий я не делала. Призывать кого-то нарушать действующее законодательство не стремилась и не делала этого. Какой-то вред, причиненный государству, обществу, не доказан. Поэтому признавать себя виновной я не считаю возможным. Надеюсь, что суд объективно разберется в сложившейся ситуации. Судебный процесс начался с заслушивания свидетелей. Поддержать Светлану Романчук пришли коллеги и друзья. Феноменальный доктор, внимательнейший человек, профессиональный, компетентный человек, который всегда на всем протяжении нашего длительного знакомства во голову угла ставил интересы людей. Почему-то вот пока, пока я присутствовала на обоих судебных заседаниях, никто не говорил о людях, которые томятся в очередях, когда ломается оборудование, о том, что они просто реально умирают. Пока еще не было ни слова сказано о том, что много было сделано для здравоохранения именно в плане его реальной модернизации, а не знаменитой оптимизации. Сторона обвинения отказала в комментарии нашему телеканалу, ссылаясь на то, что судебный процесс только начался и может занять не один месяц. В общей сложности суду предстоит заслушать более 70 свидетелей и разобраться во всех обстоятельствах дела, чтобы справедливость восторжествовала. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.